Вы знаете, часто по внутреннему состоянию нашему мы можем рассудить, кто в нас. Да? Ну, не можем. Потому что по веткой природе бывает у нас хочется сделать что-то плохое. Бывает у вас такое? Или только у меня бывает? Как-то ученики пришли к Иисусу и сказали, слушай, тут нас не слушаются. Давай огонь с неба сведем. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Вы еще просто не знаете. Вы знаете, часто мы познаем себя и узнаем себя с той стороны, которой мы еще не знали. Но Бог сотворил нас новым творением. Мы уже новое творение. Ты другой, скажи своему соседу. Ты не должен злиться. Вы знаете, бывает что-то хочется сделать такое. Огонь с неба, молнии поспускать там. Но Бог говорит, слушай, не знаешь, какого ты духа. И как только у меня вот такое вот поднимается, Бог мне говорит, слушай, стоп, остановись. Ты помнишь, какого ты духа? Какой у тебя дух? Дух кротости, дух смирения, дух любви. Правда? Здравого смысла, целомудрия. Дух святости. У тебя совсем другое мышление, у тебя совсем другие интересы, у тебя совсем другая жизнь. И вы знаете, мы часто не вписываемся в эту жизнь. И для этого мира мы изгои. Вот поэтому вы в этом мире будете страдать. Поэтому пол Евангелия описывают о страданиях. Кто-то говорит, страдать это так плохо. Слушай, этот мир, он не принимает, он изблевывает тебя. Потому что ты не подходишь ему. Ты не такой. Ты новое творение. Вы знаете, интересно. Чуть-чуть сюда поставлю, можно? Мне так нравится больше. Мне нравится проповедовать о родах. Потому что, когда мама рожает своего ребенка, у нее есть такой механизм, он срабатывает. Ребенок вообще это хорошее народное тело. Это паразит, который живет внутри тебя. Вы знаете, да? Эти паразиты сначала едят вас изнутри, а потом эти паразиты едят вас снаружи. Это инородное тело. И вы знаете, когда женщина рожает, она сталкивается с той дилеммой. У нее происходит отторжение того, с чем она боролась. У нее был иммунитет к этому инородному телу. Пока не настали роды. Вы знаете, признаком того, что созрел плод, это начавшиеся роды. Признак то, что ты уже повзрослела, это значит, какие-то переживания начались в твоей жизни. И что-то говорит о тебе, что ты начинаешь расти. И тебе не хватает там уже места. Трудности, которые переживают некоторые люди, можно тише меня сделать, чуть-чуть. Трудности, которые переживают некоторые люди, для них больно переживать. И они говорят, зачем, почему это меня постигло? Вы знаете, я понимаю, что эти трудности есть у каждого человека, и оно не чуждо святым, не чуждо пророкам, не чуждо служителям сильным, не чуждо было Давиду, не чуждо было Илье, который взят был на небо в конечном итоге. Трудности, которые переживал. Вы знаете, есть трудности, которые мы переживаем, но почему в церкви проповедуют о страданиях больше, чем о том, вы знаете, в мире будете иметь скорбь, «Но мужайтесь!» Я победил мир. Я победитель, да? В чем победа? И некоторые не поняли своей победы. Вы знаете, я хочу сегодня вам дать такие аспекты чуть-чуть. Илья, великий пророк, он сильный пророк, он бежит от самого себя, он бежит от своих страхов. И знаете, что он просит? Он просит, чтобы Бог уже забрал его. Он уже все выполнил. И мне не нравится, бывает, когда мы думаем, что мы все сделали уже, и от нас больше ничего не требуется. Когда мы устали от своей жизни. и некоторые уставшие такие, знаете, они просят, ну все, Господи, можешь забирать меня? И мне нравится Бог, который подкрепляет его, и он говорит, слушай, иди на гору, там, может быть, заберем тебя. Бог не обманщик, но нам так кажется, что он вот-вот меня и заберет. Все хорошо. Вот-вот придет мое благословение, то, что я ожидаю. А Бог говорит, нет, стоп, встань передо мной. Есть момент, когда я должен встать перед Богом и начать делать то, что Он определил для меня. Я всегда переживаю, когда я что-то хочу, и я устаю. Когда я что-то вижу, и я устал от этого. Кто-то устает от своей жизни? О, да. Некоторые такие утомленные сегодня, они не могут уже, они устали, у них ноша. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокоюсь. И я думал, что Он успокоит меня. но знаете, что Он Илья сказал? Еще не все закончено. Слышишь меня? Та проблема, которая у тебя, это не проблема. Когда Бог говорит, встань и иди и прийди, значит, Он что-то хочет дать тебе как поручение. Если Он водит тебя вокруг чего-то, значит, Он хочет дать тебе какое-то поручение. или ты отказываешься, или ты не хочешь этого делать, но все равно придется, все равно придется, потому что Израиль, который ходил 40 лет, он не хотел заходить в землю обетованную, но им пришлось туда войти. их стало так много, им стало скучно уже ходить по пустыне. Они уже всех выиграли, всех победили, остался Ханан только. Вы знаете, когда у тебя уже приходит такое состояние, что я вырос для того, чтобы идти вперед, идти двигаться вперед, некоторые до сих пор остались в таком зачаточном периоде, они не хотят расти. И Бог говорит, стань передо мной, припаяшься, начни двигаться, начни служить, потому что от этого зависит твое будущее. В конечном итоге Бог забрал Илью, вы знаете, да? Но после того, как Он исполнил все, после того, как наделил его полномочиями и дал ему поручение, которого он не хотел уже исполнять до этого, он думал, что закончилось его служение. Вы понимаете, когда ты думаешь, что у тебя все, все, конец подошел к определенной, конец моей семейной жизни, конец моему браку, конец моей карьере, конец моей работе, и ты знаешь, Бог говорит, я просто влеку тебя, я хочу, чтобы ты встал передо мной и начал молиться. Есть моменты в нашей жизни, когда мы начинаем стоять в проломе за свою жизнь. И если это происходит, ты начинаешь получать от Бога откровение, что тебе делать. И то, что Он скажет, это всегда тяжело. это то, от чего ты, может быть, бежал. Я прочту. Давайте. Десятая глава Луки. С первого стиха. После этого Он избрал семьдесят учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам ходил. и сказал, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как акцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому этому. Если будет там сын мира, то почет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться. В доме жетом оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойен награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, не выбирайте себе лучшее. Знаете, есть такие перебежчики, они с одной церкви в другую, с одного служения в другое. а он избран. Не переходи. Это к этому тоже говорится, правда? Смотри, я хочу, чтобы не переходи. В доме жетом оставайтесь, а оставайся для чего оставаться? И если примут вас, ешьте там, что предложат. Исцеляйте находящихся там больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Некоторые думают, что исцеление это уже Царство Божие. Нет. Послушайте. Исцеление дано для того, чтобы засвидетельствовать. о Царстве Божьем. В твою жизнь, что оно приблизилось. Его нужно искать. Кто-то получил освобождение от наркотиков, алкоголя, освобождение от онкологических заболеваний. Кто-то получил исцеление от болезней. Но это только приближение Царства Божьего. это только то, что приблизилось к вам. Царство Божие, оно только приблизилось к тебе. Его нужно взыскать. Когда он говорил об этом ученикам, ученики, они просто проповедовали то, что он говорил, он исполнял, они исполняли то, что он говорил. Вы знаете, часто мы не контролируем некоторых вещей, и мы не можем контролировать. Мы не можем контролировать ситуацию, в которую мы попадем, но мы можем контролировать себя в ситуации. Не злиться, не обижаться, не расстраиваться, хранить мир. Аминь. Кто-то говорит, я еще не могу. Научись. Со временем придет время, что ты научишься, потому что у тебя нету этого внутри. Ты не знаешь, какого ты духа. Мы познаем себя, какие мы. Но когда мы проповедуем об исцелении и говорим об исцелении, это не значит, что Бог благословил тебя уже всем. И что ты уже на небесах. Ты можешь быть исцеленным и умирать грешником. Ты можешь быть освобожденным и умереть грешником. К тебе просто приблизилось царство Божие. Бог меня исцелил, значит, меня любит. И что? Я помню, как Бог исцелил меня. Я сидел, я не ожидал, что это произойдет. И мне захотелось узнать Его, Бога, Который меня любит. И если ты не начнешь искать этого Царства Божьего, оно не придет к тебе, оно не наполнит тебя. И вы знаете, некоторые начинают искать не в правильных местах. Царства Божьего нету дома на постели, перед компьютером. Царства Божьего нету во многих местах. Царства Божьего где? Где двое и трое, там и я среди них. Царство Божье среди нас, оно внутри нас. Я должен найти Бога, Который недалеко. Как я его должен искать? Я повторяюсь, некоторым надо сегодня просто приложить усилия, потому что к тебе просто приблизилось царство. Оно пришло к тебе. Они проповедовали, чтобы они искали Иисуса. Вы слышите меня? Их задача ходить было по городам, исцелять, но они говорят, мы не себя проповедуем, нас послал, которого вы должны взыскать. Многие вышли из городов и пришли встретиться с Иисусом. Многие пришли встретиться с Иисусом. Вы знаете, Нагорная проповедь, потому Нагорная, что это не было в городе, это было в гористой местности. Там было место, где Он проповедовал. Они вышли к Нему, потому что искали Его. Вы знаете, самое интересное, Иоанн свидетельствовал о пришествии Царства Божьего. Иоанн не говорил, что Царство Божие уже пришло. Он говорит, я свидетельствую, что Он грядет, Он придет. И когда пришел Иисус креститься от Него, когда Он принял водное крещение, Он сказал, это Агнец, смотрите, идите за Ним. И ученики Его некоторые пошли за Ним. Среди них был Иоанн, Который оставил Своего Учителя и последовал за Иисусом. Вы знаете, часто нам сложно отпускать тех, которых мы воспитывали. родителям приходится отдавать своих дочерей замуж и мужей в чужие руки. Есть те, которые не расстались внутренне. Я хочу сказать, что часто это происходит по одной причине, что мы служим, но наше служение не направлено для достижения той громадной цели, великой цели. Стать делателем. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Есть люди, которые ревнуют, чтобы по ним ревновали. я думаю, родители некоторые воспитывают своих детей, чтобы они потом их благодетельствовали. Они учат их, думая о себе в будущем. если ты станешь врачом, позаботишься обо мне. Планы далеко идущие. Эгоизм. Логично говорить, это эгоизм, да? Они даже учат, и он такой бестолочь, врач бестолочь, потому что родители думают о себе. Вы знаете, часто, когда церковь воспитывает верующих людей, она воспитывает таких вот, которых думают, мы не можем знать даров и дарований, которые есть у Иисуса для каждого из вас. Вы должны найти их. Жатвы много. А делателей мало. Еще расскажу. Делатель это тот, который приводит не к себе, не в церковь, а к Иисусу Христу. Привезти один раз или два человека в церковь, это ерунда. Это ничего не стоит. А чтобы привезти к Иисусу Христу, чтобы молиться за Него и не говорить, что у тебя сила, я просто свидетельствую о Царстве Божьем, которое к тебе приблизилось, тебе надо найти Иисуса Христа, который это сделал. Много делателей, которые называются делателями, но по сути они воспитывают себе подобных. Вы знаете, я верю, что церковь это то место, где мы воспитываем таких, которые ищут присутствие Божие в своей жизни больше всего. Желаю, потому что в этом есть мое будущее, мое предназначение. Почему я начал об Илье? Он знал Бога. Илья был с Иисусом Христом на горе. Вы помните, когда Он явился и преображение происходило. Там был Илья и Моисей. Там было красиво. Все хорошо. А, Илья и Моисей. Да. Елисей сказал? Моисей. Да. Моисей. И это очень интересно. Вы знаете, Илья имел откровение Иисуса Христа. Он искал Его, он ревновал о Нем, Он хотел служить Ему. И Он должен был проповедовать о приближении Его, о приближении того царства, которое грядет. Хотя это было задолго до того, как появится Иисус. Он должен был проповедовать, чтобы Израиль был готов и подготовлен к этому. Он должен был помазать Елисея вместо себя, чтобы тот удерживал их в том же состоянии. Вы знаете, все это было предназначено для одного. Я вам хочу сказать, есть тот, который царь всего, и мы сегодня имеем то благословение, которое не имеет никто. Мы можем находиться в его царстве. Мы можем находиться в его благословении, в его силе. приблизилось к тебе царство Божье. Исцеление это ерунда. Вау, что ты такое говоришь? Если ты знал, что такое царство Божье, исцеление это ерунда. Прикосновение это тоже ничто, потому что некоторые думают, что они во грехе и Бог касается их. Иисус сказал и ходил с грешниками, но это не значит, что они нашли его. Тебе нужны перемены в своей жизни, тебе нужно изменения внутренние, чтобы все оставить и последовать за ним. Илья был таким? Да. Он ревновал не о себе? Не о себе. Он ревновал о Боге? Да. о чем я ревную сегодня больше всего? А с чего я хочу больше всего? У меня свои далеко идущие планы у Бога. У меня свои планы. Я вам серьезно скажу. Многие пришли в церковь, и многие думают о себе просто. Поэтому он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Мало делателей. Они думают о своем служении. кто думает сесть по правую сторону, кто думает сесть по левую сторону, кто думает о себе просто, чтобы ему хорошо было. Они думают, что Царство Божие, это когда много денег, и тебе за это ничего нет. Царство Божие не в деньгах. Царство Божие не пища и не питье. Царство Божие это гораздо больше. И оно приблизилось к тебе. Вы знаете, есть то, что приближается к тебе, но ты не можешь дотянуться до него, потому что очень занят и руки твои очень заняты чем-то другим. Некоторые люди не могут этого. Знаете почему? Потому что они видят в Царстве Божьем, что нету благословения. А я вам хочу сказать, послушайте, с Иисусом ученики ощущали защищенность, свободу, мир, радость. С каким мужиком вы ощущали это? Сестры, братья, с какой это не Царство Божие? За мужество и женитьба это не Царство Божие. Вы знаете это? Хотя это неплохо. Это незащищенность. Послушайте, мы проповедуем Иисуса Христа Распятого, который пошел ради этого на крест, чтобы открыться каждому сегодня, каждому человеку лично, чтобы тот начал его искать. Почему же сегодня мы, найдя исцеление, думаем, что мы ухватили Бога за бороду, получили благословение, думаем, о, я финансово благословлен, у меня все круто, я исцелен от проказы и у меня все хорошо, то есть нету кожных заболеваний, я получил, значит, Бог меня любит, у меня все круто. Я слышал одно свидетельство, один человек, который неправильно поступал и он грешил, он согрешал, он говорит, я прохожу вдоль церкви и Господь касается меня, все равно он любит, да он просто зовет, слушай, он зовет тебя, я помню, как-то свидетельство было на Кэтрин Кульман, когда проповедовала в большом-большом зале и наркоманка проходила мимо и просто Бог коснулся ее и она ощутила прикосновения, но она пришла в то место и она покаялась, отдала свою жизнь Иисусу Христу и она хотела искать его. Вы знаете, наша задача привлечь теми дарами, которые у нас есть, но не к себе, а к кому? Нет, мы даже и не привлекаем, мы рассказываем о нем, он дает дары, он благословляет, мы ничто, это пустое место, ты даже не представляешь, что у него есть и это правда. Если исцеление для него ерунда, если прикосновение, которое ты ощутил, это все для тебя и думаешь, ты классно чувствуешь себя. Вы знаете, что у него еще есть? Я не знаю. Я познаю его каждый день. Я хочу узнать у него, что есть для меня. Я хочу находиться в этом царстве. Можно ли находиться в нем? Можно ли быть в нем? Мне нравится. Мне нравится. Мы читаем Деяния Апостола. Кто из вас любит читать Деяния Апостола? Деяния Апостола это особая книга. Ученики, когда Иисуса не стало, они молились в горнице. 200 человек ожидали обещанного и 120, я извиняюсь, 120 человек. Я всегда преувеличиваю, люблю. 120 человек и они молились о том, что Господь прийди в своем царстве. Прийди и наполни нас. Может быть они молились, чтобы Иисус уже пришел, потому что они до этого спрашивали, не все ли время восстанавливаешь царство Израиля? Не это ли твое царство, которое мы ожидаем? Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец своей воли. Но то, что вы будете иметь силу для свидетельства, что такое свидетельство? Это то, что ты носишь внутри себя, то, что ты видел и ощущал, и то, что ты переживаешь каждый день. Вышли делатели. О, да, 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 делатель это тот, который может переживать присутствие Божие и находиться в Его Царстве постоянно. Не тот, который получил исцеление только. Многие получили исцеление, многие получили освобождение, многие благословения. Вы знаете, 10 прокаженных, которые были освобождены от проказы, а один только вернулся. И то, он был не из народа Божьего. Знаете, в чем отличие делателей? Потому что делатель, он ищет того, который дал это все, а не которого дай, 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 дай. вы знаете, разница между блудным сыном и тем сыном, который был, но был недовольным все время. Тот был делатель, а тот был ну такой, оболтус. Младшие всегда оболтусы, а тот делатель. Он работал на отца. смотри внимательно. Делатель, он всегда ощущал и всегда чувствовал отцовскую заботу. Он знал об отце. Ему нужно было что? Просто пребывать в этом. Многие находятся в таком, знаете, в такой дилемме, но блудный сын, он вообще ничего не знал об отце. Он не знал, кто такой отец для него. Он думал, что он круче всех. Он думал, что он проживет свою жизнь намного лучше, ярче. Он приумножит свои богатства. Он не думал. Кто из нас думает, что мы умрем, погибнем и сделаем что-то неправильно? Кто из нас думает, что мы растранжирим свои богатства, когда вложим в какое-то предприятие? Не, мы же всегда надеемся на что-то. И вы знаете, отец для него не был авторитетом. Блудный сын это тот сын, который не понимал самого естества того, кто дает все. Скажи, дающий. Вы знаете, я верю, что мы должны взыскать Бога, который может дать тебе несравненно больше того, что ты просишь и о чем ты помышляешь даже. Вы знаете, поэтому для меня было удивительно то, что получил Илья на горе Харив, для меня было удивительно, он не просто был утешен, он еще говорил, строй то, что ты строил, продолжай свое дело, потому что то, что ты начал, ты еще не закончил. Вы знаете, некоторые не понимают, что делатель это тот, который приводит не просто к Иисусу Христу, он свидетельствует о том, что видел, говорит о том, что знает, не по рассказам я это переживаю каждый день. Вот поэтому мне нравится, некоторые люди, которые ищут прикосновения Божьего больше, нежели прикосновения пастыря. А то есть некоторых, если пастырь не поздоровался, они обижаются, сталкивались с таким, а некоторые из церкви уходят даже. Ко мне не так отнеслись. я не пастырь, я пришел искать Иисуса. Если он хоть что-то знает о нем, а я думаю, что он что-то знает, я тоже хочу знать. Делатель тот, который знает его. Он послал их подвое. И знаешь, есть моменты в нашей жизни, когда мы Иисуса знаем только с одной стороны. Справа или слева. Поэтому двое надо для того, чтобы это была полнота. Кто-то поддержит кого-то. вы знаете, часто мы начинаем свидетельствовать, слушай, я думаю, что здесь не об Иисусе ты говоришь, а о себе чуть-чуть. Ты добавил что-то, ты что-то говоришь не то. А, нет, мы так не делаем. Смотри, не бери ни определенных вещей, ни мешка, ни сумы, почему Бог говорит, Господь заботится о том, что делатели будут всегда благословлены. Не бери с собой мешка, ни сумы. Благословения будут в дороге. Скажи, благословение мое будет в дороге. Мне нравится Илья. Илья сел под деревом Господи, давай умирать уже. И заснул. Вороны его покормили. Кто не вороны? Ну, в общем, накормили его, снова напоили. В пустыне. Он опять заснул. Расстроенный, депрессия, кризис. Еще раз. вы знаете, каждый раз у нас происходит что-то, какое-то депрессивное состояние. И вы знаете, по пути Бог благословил его. Даже если твое желание не выполнило, если твоя воля, ну, не такая хорошая, у него были страхи. Страхи за свою жизнь, страхи об Израиле, страхи о народе Божьем. И вот эти страхи нас мучают. Бывает, страх перед будущим, он настолько силен, что мы не можем достичь определенных результатов. Исцеление это не царство Божие. Запомни это. Освобождение это не царство Божие. Запомни это. Прикосновение Бога в твоей жизни, это еще не царство Божие. Царство Божие там, где есть царь. Когда ты знаешь своего царя, знаешь ли ты Бога? Я могу сказать, если ты знаешь своего Бога, что Он от тебя хочет. Илья не знал, что Он от него хочет. Он знал, что Он хочет. Я хочу умереть. Я хочу, чтобы моя жизнь закончилась. Я хочу, чтобы в моей жизни все кончилось. Я не знаю, что ты хочешь сейчас, но я знаю, что я хочу. И это настолько сильно, что Он даже шел, Он готов это доказывать был, трижды говори, четырежды говори, 55 раз говори. Вы знаете, некоторые молятся о своих нуждах больше, чем, Боже, а что ты хочешь? Задавались вопросом? Какой ты для меня? Что у тебя есть для меня сегодня? И когда он узнает, что для него есть, он удовлетворен, он получил свое откровение, он получил свое благословение, послушай внимательно, делатель это тот, который знает Бога, знает Его волю, знает Его откровение. Вы знаете, часто ученики говорили, вот теперь веруем в тебя. И как только они переставали упознавать Его волю на данный момент, они Его оставляли, забывали о Нем. Когда Иисус сказал, что надо идти на крест, Ему многие оставили Его. Царя царей. Знаешь почему? Знаешь по какой причине? Это не вмещалось в их сознание, они не хотели идти туда, они не хотели быть с Ним, они не хотели быть в Царстве Божьем, они придумали себе Царство Божие. Может ты живешь в придуманном Царстве, которое не освобождает, не дает благословения, может у тебя какой-то, знаете как это, утопический мир, который ни к чему не приводит. Дьявол нарисовал, ты стал как Бог. может это твое Царство. Послушай внимательно, тебе надо отреться от этого, тебе надо оставить все, последовать за Ним, и для этого надо оставить все, оставить все свои сбережения, которые были, твои знания о Нем, которые ты сохранил. Вы помните Самарянку. Я хочу, чтобы вы услышали. Она встретилась с Царем, Иисус ей открылся, я тот, которого вы ждете. В ее жизни наступило Царство Божие. Что у нее произошло? Она пошла, она не смогла промолчать. Она всем рассказала о Царе, которого она видела. Слушай, она не просто рассказала о Нем, потому что пророчество ее не удовлетворяли. Она знала, кто она такая. Она знала, что она блудница. Она знала, что ее ответ и не ответ. Она знала, что пророчества меня не удовлетворяют, мне хочется знать Царя. поэтому некоторые сегодня удовлетворяются мелочью, Настю, не зная того, который есть все. Но она добилась, получила. Знаю, когда придет Иисус, Христос, о, знаю, Он тогда расскажет нам все. У Него есть ответы на мои вопросы, у Него есть мое исцеление, у Него есть мое благословение, у меня есть все, у Него есть все для меня. Вы понимаете, что я вам говорю сегодня? Если я познаю Царя, если я нахожусь в его Царстве, то у меня все вопросы уже решены. Еще расскажу. Она оставляет свой водонос, бежит в город, стучит во все двери, говорит, слушай, хочешь, чтоб твои вопросы решились? Идем покажу, кто решает все вопросы. Она была права? Скажи, она была права? Когда он посылает учеников, он говорит, слушай, мы молимся за твое исцеление, во имя Иисуса Христа, будь здоров, но это не царство Божье, тебе придется взыскать его, тебе придется найти царя, пошли с нами, ты готов идти с нами, ты готов идти за тем, ищите прежде царство Божье, правды, а все остальное, почему, я думаю, приложится, потому что у него все, если я нашел царство Божье, то я нашел все ответы на свои вопросы, все благословения, которые там есть, потому что у него сокровища, у него ведение, у него понимание, у него знание, и вы знаете, даже мои слабости он превращает в силу, даже мое бессилие становится могущественной силой, Илья был бессилен, Илья только что, он убил столько пророков, бежит от женщины, которая угрожала ему просто, что она что-то сделает с ним, что не могла даже сделать, и вы знаете, он бежит от нее в страхе, он бежит не понимая, он не рассуждая бежит, почему, потому что переживает о Боге, он не имеет Царства Божьего, он не находится в Царстве Божьем в данный момент, ему надо было войти в Него, и каким образом я вхожу в Царство Божье, послушайте внимательно, я не могу видеть Иисуса сегодня, он на небесах, скажи своему соседу победа, победившая мир, твоя вера, вера в то, что ты делаешь, когда он получает откровение от Бога, он уверен, он уже не боится эту женщину, для него эта женщина ничто, и никто, и даже те, которые ищут его, он никого не боится, потому что он знает, что он находится уже в Царстве Божьем, он знает, он утешен, потому что Бог его утешил, но утешение это еще не Царство Божие, Царство Божие это твоя вера, для того, чтобы ты верил, послушай внимательно, тебе нужно утешение, нам нужно утешиться, утешность, Бог с вами, но послушай внимательно, если ты не ищешь Бога, не исполняешь его волю, где брать веру? жатвы много, почему он так говорит? Он говорит, что есть то, что я хочу собрать у себя в доме, чтобы это был мой народ, но никто не приводит ко мне, каждый занят собой, они не ищут царя, и я посылаю вас в каждый город, который я желаю идти, в который я приду потом, чтобы они вышли к царю, вы знаете, часто мы свидетельствуем людям, но Бог приходит к ним лично сам, молимся за исцеление, Бог прикасается к ним, но Бог приходит лично, вот это личное переживание должно произойти в твоей жизни, ты можешь ускорить это, как Илья, иди на гору, взыскать его, возревновать о нем, знаете, что он сказал, возревновал я о Господе, правда, он так и сказал, о ком ты ревнуешь сейчас, о делах, о том, что есть у Бога для тебя, ты тянешься и не можешь получить, послушай, некоторые получили уже, и они, я все имею, мне так хорошо, аллилуйя, в Царстве Божьем, слушай, остановись, вера не от этого, вера от того, о чем ты свидетельствуешь, что ты делаешь, заполняешь ли ты Его Царство, наполняешь ли ты Его Царство спасенными людьми, вы знаете, Он дает поручения ученикам очень четкие, знаете, почему? Мне нравится вот это с 5 стиха по 9 стих, он дает поручения, почему? Потому что часто мы увлекаемся делом вместо послания, которое мы должны нести, еще раз говорю, мы часто увлекаемся делом вместо послания, о, нам процесс интересует, не процесс главное, цель, достижение каждой души, правда? Поэтому я вхожу в этот дом, чтобы о нем, чтобы его искали, я не делаю ничего худого, вы знаете, почему церковь сейчас в таком состоянии, потому что некоторые делатели, они по сути не делатели, им дано четкое поручение, как делать, они начали думать о себе, привлекать к себе, и они стали, ну, они сами будут виноваты в этом, наша задача выполнять то, что он повелел, знать его, искать его, ускорь свой процесс взросления, свои роды, скажи, ускорь, время ускорения, вы знаете, есть, если женщина не рожает долго, ну, как в течение суток, она может ослабеть, и есть диагноз, слабая родовая деятельность, ее усиливают чем-то, окситоцином, гормонами, и знаете, что и пережить приходится, когда вот эта капелька за капелькой капает внутривенно, четыре капли в минуту, каждая капля, ты уж, процесс должен ускориться, если ты не выполняешь, то ради чего, некоторые не видят, что к ним возвращаются те проблемы, которые были раньше, ускорение начинается, просто Бог хочет, чтобы ты изменил свою жизнь, стань делателем, молите, господина, жатва, чтобы выслал делателей, многие сегодня деятели, они говорят, они знают, они даже исцеляют, но им четко дано поручение, как это делать? Делайте, мы только свидетельствуем о Царстве Божьем, вам надо найти Царя, вам надо встретиться с Иисусом Христовым, вам надо увидеть того, который превыше всего, и это только можно познать верой, как самарянка, она поверила ему, потому что когда весь город вышел, и она всем рассказывала, это Христос, она говорит, мы уже не по твоим словам веруем, но сами видим, круто за свидетельством, лучше всех, лучше учеников, знаете почему? потому что привела к царю, приводила к царю, наша задача не вести людей в церковь, правда? Я знаю, когда у нас начиналась церковь, в начале самом, в 90-х годах у нас был молодой пастырь, еще не женат, и все говорили, приходите к пастыре, у нас такой и одни сестры. Одна за одной. Они так улыбались, они так пели. Все классно было. Пастырь женился, 30 человек из 300 или 500. Куда вели? У нас такое классное прославление, Катя не зам. Поэтому у нас одни братья. Нет, не поэтому. У нас такое служение, конечно, да? Правда? Я так шучу, Катя улыбнулась. Я тебя люблю, Катюша. Мы должны искать прежде всего того, который дает все. Аминь. Я молюсь о сестрах. Знаете, как сильно молюсь, чтобы братья, каждого брата моего была спутница жизни. Самое лучшее, самое красивое. Почему? Потому что многие начинают взрослеть, духовно взрослеть, некоторые уже соединяются. И я так радуюсь этому. Но им надо вырасти еще. Некоторым надо вырасти. Я вам хочу сказать, это не решение твоего жизненного вопроса, женитьба или замужество. Тебе надо найти Иисуса Христа лично. Скажи аминь. Если ты найдешь пастыря, это не значит, ты нашел Иисуса Христа. Но пастырь тебе нужен. Правда. Без пастыря ты не сможешь искать его. Знаешь почему? Есть должен быть какой-то направляющий, управляющий, побивающий. стригущий. Я вам хочу сказать, когда ты находишь его и встретишься с ним, все остальное становится неважным. Водонос твой останется там, твои страхи останутся там, твои проблемы останутся там, потому что Он уже все решил, у Него уже все предопределено, Он есть альфа и омега, начало и конец, первые и последние. Я вам говорю о Боге, который всемогущий, об Иисусе Христе, который может несравненно больше, о чем я могу даже себе представить. Скажи своему соседу, я знаю, что ты делатель, я знаю, что ты делатель, тебе нужно взыскать его. Послушай внимательно, когда ты взыщешь его от всего сердца, все остальное придет. знаете, Петр ни разу не свидетельствовал, я не читал посланиях Петра, вы знаете, Иисус исцелил мою тещу. Хотя это произошло, горячка оставила ее, и она служила, хорошая теща была, как моя прямо. горячка оставляет, и она все делает. Вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли, что свидетельство об исцелении это не главное, главное, тот, который дает это все, аминь. Мы не смотрим на руку Божью, мы смотрим на Бога, который может восполнить все мои нужды, и гораздо больше, чем я могу себе, представить. Он устройство мое везде и во всем. Он справа и слева, Он объемлет меня, с Ним я вхожу и выхожу, с Ним я силен, с Ним схожу на гору. Вы знаете, если я нахожусь в этом царстве, то, как псалмопевед сказал, с тобой ничего мне не нужно на земле, и на небе даже ничего не хочу, потому что все хорошо с тобой уже. Вы знаете, ты начинаешь осознавать это, что царство Божье, оно вокруг тебя, оно объемлет тебя, мы об этом царе проповедуем, а не просто прикосновение, а не просто об исцелении, а не просто о том, что может произойти, хотя это очень важно, вы знаете, это важно для свидетельства, но я знаю, что проповедь наша не в убедительных словах, но в силе, сила его царства, когда Иисус проповедовал, все умилялись, но когда он говорил, вот это я, они взяли его под мышки, и куда? И на вершину скалы, чтобы сбросить его, знаете, часто мы так слушаем проповедь, она касается нас, касается нашего сердца, но как только принимать Иисуса Христа, в следующий раз послушаем тебя, я не готов сегодня это делать, мы выбросим его со скалы, послушай, Иисус уйдет с твоей жизни, Господь уйдет, потому что Он есть Слово, Он уйдет из твоей жизни, ты Его не увидишь, но лучше сейчас стать делателем, лучше сейчас выполнить то, для чего Он призвал тебя, поклониться Ему, принять Его Царство и начать Его быть свидетелем, потому что Он избрал тебя и поставил тебя ради этого, все остальное неважно, все остальное неважно, хорошая жизнь неважно, благословенная жизнь неважно, свободная жизнь неважно, я уже все это имею, неважно, знаешь, если ты с Ним, вот это все, я вам хочу сказать, почему я иду в церковь, почему мы идем в церковь, потому что где двое или трое собраны, почему на домашних группах, почему мы посещаем служение, почему мы молимся, почему мы исполняемся Духом, да мы встретиться с Ним хотим, а не просто прикосновения, некоторые приходят и ждут, когда их посетит сила, они как наркоманы, наркоманы силы Духа, музыки наркоманы или крутого драйва, нет, я зависим только от одного, его присутствия и его лично, пускай я даже ничего не ощущу, но если я знаю, что он здесь, а это приходит верой, исцеление, благословение, сила, слава, неважно, ищи его, все остальное приложится, аминь, ты же это знаешь, ты же в курсе этого, да, ты это чувствовал раньше в своей жизни, кто-то просто сегодня тебя снова подвинул туда, ты можешь сказать, я не по твоим словам верую, я сам знал, аминь, давайте встать, господь царствует, он сегодня здесь на этом месте, и ты можешь обратиться к нему, если ты желаешь пережить его присутствие в своей жизни, желаешь, чтобы он назначил тебя своим делателем, он назначает тех, которых знает, Библия говорит, он знает своих по имени, называет он знает своих, я хочу, чтобы меня знал он, о, верите ли вы в Иисуса Христа, да, слышали, а знает ли он вас, знание Иисуса Христа, это когда ты выходишь к нему, идешь к нему, ты прорываешься к нему, тебе нужен этот прорыв, тебе нужен этот выход, и что нужно для этого сделать? Принятие решения, тебе хорошо в церкви, тебе хорошо в служении, но я не нашел еще Иисуса Христа, мне нужен он, мне нужен тот, который будет руководить поднимать меня с утра, будить меня, поддерживать меня, укладывать меня ночью, давать мне вдохновение, смотреть за мной, когда мне тяжело поддержить меня, когда мне хорошо будет радоваться со мной, ничего не хочу больше, что мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, это откровение, которое ты можешь пережить в тот момент, когда Бог касается тебя, но послушайте, прикосновение это не все, его знание, знание, что он с тобой, я сегодня говорю о вере, сверхъестественной вере, о сильной вере, переживании веры, когда у тебя трепет, когда у тебя все дрожит от его присутствия, самарянка, она могла разговаривать с Иисусом, пока не получила это откровение, что это он, она могла говорить с ним, пока не получила откровение, послушайте, если ты получил откровение, что Бог на этом месте, и тебе нужно сегодня встреча и пережить его присутствие снова, ты уже пережил, услышал, тебе нужно особое прикосновение, что-то нужно сделать, расстанься с тем, что есть у тебя, прими решение стать делателем, я буду молиться за тебя, я буду молиться за каждого, кто сегодня желает, имеет благословение, стать делателем, мы будем молить Господина жатвы, чтобы выслал делателей своих, ой, я хочу быть своим, своим, аминь, если ты желаешь, выходи сюда вперед, мы будем молиться сегодня, аллилуйя, Субтитры создавал DimaTorzok